В Севастопольской детской школе искусств провели международный телемост-концерт. К нему присоединились учебные учреждения из Москвы и Белоруссии. «Искусство объединяет человечество», – так сказал русский художник и философ Николай Рерих. Творческая деятельность способна сплотить даже тех, кто находится за сотни километров друг от друга. Юные таланты Севастополя собрались в зале школы искусств, чтобы обменяться своим опытом. На концерте каждое учебное учреждение представило свой творческий номер. Воспитанники пели о том, что символизирует культуру и быт их народа. А после выступлений провели дискуссию. Дети постарались ответить на вопрос, как искусство может сохранить мир на земле. Мы находимся все за несколько тысяч километров друг от друга. Мы говорим на разных языках, мы, может быть, разной веры. Но мы едины в том, чтобы воспитывать детей, воспитывать творческую интеллигенцию, учить их искусству, учить их культуре. И как раз-таки сегодня мы это и обсудим в рамках нашей панельной дискуссии. Есть же музыкальные произведения, литература, которые читают, слушают во всем мире. Как минимум классика. И в познавательных, в образовании показывают и слушают. И поэтому это в любом случае, какая бы музыка ни была, или литературные произведения, они все равно есть во всем мире. Инициатором этого мероприятия стала Севастопольская школа искусств. Однажды у них уже был такой опыт. С тех пор было принято решение приглашать гостей из разных стран и городов отмечать все масштабные праздники вместе, единым, дружным коллективом. С теми, кто любит и ценит искусство. Анна Матвюк, Сергей Котляренко. Новости СТВ. Анна Матвюк, Сергей Котляренко. Новости СТВ.